Дон Вита Каша Ферра Он придумал мафию, которую уважали. Однажды в Италии. История жизни Дона Вита известна довольно хорошо, но где в этой истории правда, а где легенда, можно понять не всегда. Он родился в 1862 году, по одной из версий, в бедной крестьянской семье. Ну, крестьянская-то она может и крестьянская, но вот бедная... Во-первых, его отец был не просто крестьянин, а компьеры, управляющий поместьем у семьи богатых баронов. Во-вторых, отец его и сам барон, хоть и не по титулу, а, так сказать, по должности. Он владеет кое-какими землями, а еще руководит местной бандой, промышляющей крышеванием, рэкетом и кражей скота. И все это, включая власть, он передал по наследству сыну. Кроме того, Вита Кашеферра удачно, хоть и совсем в юном возрасте, женился. Жена имела в приданном доме. Дорогую супругу он, правда, поколачивал, но кто же на Сицилии тех времен обращал внимание на такие мелочи. Зато жена, будучи учительницей младших классов, помогла Вите в жизни, не ходившему в школу, выучиться таки читать и писать. Ну а лоску молодому Дону хватало и без этого. Высокий, видный, с холеными усами и бородкой под Мефистофеля, он одевается, как Дэнди, курит исключительно трубку и вместе с табачным дымом прямо-таки источает вокруг себя аромат благородного сеньора, имеющего власть, уважение и деньги. Откуда деньги, не ясно. Светский образ жизни не предполагает постоянного заработка. Правда, Вита Кашеферра имеет должность с гордым названием. Он – представитель. Представляет своего барона и одну транспортную фирму. Но при этом он еще и завсегдата и горных салонов, и заядлый политик. В общем, на тяжкий труд времени как-то не остается, а имущество семьи прирастает, превратившись уже в настоящее приличных размеров поместье. Но, как говорится, не пойман ни вор. Да и не повернется язык назвать таким невзрачным словом того, кого все называют Доном Вита. И выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать ему руку. Куда больше сеньору Кашеферра подходит звание первого крестного отца Сицилии. Его не просто слушаются, его готовы носить на руках и слагать легенды о мудрости и справедливости Дона Вита. А все потому, что первой падрины и сам бедняков не обижает и другим не дает. Наоборот, защищает, оказывает услуги, решает конфликты и вообще помогает там, где полиция не может. Помогать есть от кого в округе полно бригантий. Небольших банд, собравшихся из окрестных голодранцев и промышляющих мелким воровством и разбоем. Ну, это для кого-то мелким. А для кого-то, если едва созревший урожай украли на корню, то это конец всему. И куда бедному крестьянину податься, если полиция посылает туда, где он и так уже оказался. Только и остается пойти к Дону Вита, который справедливость восстановит и в будущем за Толику Малую защитит. Но и не такими благородными делами шайка Дона Вита не гнушается, да он и сам принимает активное участие в ее набегах. То переодевшись полицейским, то священником. А однажды, но не дать не взять благородные разбойники. Они даже похитили девицу, юную баронессу Кларинду Дивальпетроза. Похитили, очевидно, ради выкупа. С девицы пылинки сдували и даже приставили к ней служанку. А уже на следующее утро вернули родителям, видимо, не торгуясь с заплатившим, но все же были пойманы почти эти наводки и опознаны самой баронессой. Дона Вита это совершенно не смутило. В полиции он излагает романтическую историю о похищении девушки по просьбе без памяти влюбленного в нее пылкого студента, юного друга Дона Вита. Девушка, правда, утверждала, что воздыхателя знать не знает, но разве же это препятствие для истинной любви? По тем временам на Сицилии такие похищения считались мелкой шалостью, так что скоро вся компания оказалась на свободе. Несмотря на весьма нелестные характеристики в полицейских рапортах. Впрочем, даже в этих рапортах, кроме плохого образования, низкой культуры и пристрастия к безделью, отмечают острый ум Вита Кашаферна, к которому прилагается еще и то, что интеллигентно называют активной жизненной позицией. Вначале Дон Вита примкнул к анархистам, движение которых было тогда на Сицилии очень мощным. Он даже был руководителем местной организации, участвующей в попытках захвата земель. Потом заделался социалистом-революционером, но после истории с похищением юной баронессы получил взыскание и оставил и эту партию. Дон Вита всю жизнь будет считать себя другом униженных и угнетенных и придерживаться крайней левых взглядов, но после переезда в Штаты с политикой он завязывает, чтобы полностью посвятить себя общественной деятельности с более высокой доходностью. В 1901 году, без сожаления оставив в Италии жену и отметки осудимости, Дон Вита эмигрирует в США. Эмигрирует не как сотни тысяч других итальянцев третьим классом ради куска хлеба. В его багаже ум, авторитет и харизма босса, чье слово – закон для всех. В Штатах он дорогой гость, прибытие которого ждут, а к встрече готовятся. Ведь местные бандиты сами не так давно на Сицилии ходили у него в шестерках. И хотя теперь они выросли, смесь обожания и страха щенков перед матерым вожаком печаталась в них намертво. Да и характер у Дона Вита не таков, чтобы сомневаться в его праве на звание босса всех боссов. Дорожайший сеньор Дон Вита пишут ему. Говорю вам добро пожаловать и беру на себя смелость и свободу пригласить вас в мой дом. Где будут также друзья Джузеппе Морелло, Франческо Менди, Карло Константино, Джузеппе Фонтана и Джоакина Ди Мартино, чтобы съесть вместе по тарелке макарон. Мы подумали, что вам подойдет следующий понедельник, и вам могло бы быть удобно в три часа пополудни, и, надеюсь, вы не захотите пропустить. И если день и час не кажутся вам удобными, пожалуйста, сообщите мне для переноса. Целую ваши руки. Ваш Сальваторе Бранкаччо. Через Джузеппе Морелло он примыкает к банде выходцев из Корлеона, занимающейся рэкетом и печатью фальшивых банкнот. Примыкает, понятное дело, не в качестве рядового участника, а как старший товарищ инструктор и, можно сказать, стратег. В то время в Нью-Йорке активно действует преступная организация Ману Нейра – «Черная рука». Она представляет собой несколько разрозненных банк, которые держат в страхе маленькую Италию – зону Нью-Йорка, населенную выходцами из Италии Большой. Дон Вита ставит перед собой амбициозную задачу – вывести «Черную руку» на новый уровень. Кланы не должны враждовать друг с другом, так они только играют на руку полиции. А сила в единстве. А еще надо в корне поменять отношения к подшефтным. В те времена банды маленькой Италии с теми, кто не соглашался платить дань или покупать у них фальшивые купюры, действуют жестко. Поджигают магазины, бросают бомбы. Но, говорит Дон Вита, чтобы взбить пенку на молоке, не нужно разбивать чашку. Не надо кошмарить население, требуя с них такие деньги, что им становится все равно – от поджога по миру пойти или от непомерных выплат. А надо дать людям защиту и решение этих проблем, с которыми не помогает полиция, относящаяся, надо сказать, к итальянцам, как к людям второго сорта. И когда вы будете не рушить их бизнес, а помогать ему процветать, люди не только охотно заплатят вам, но еще и руки будут целовать. Дон Вита, безусловно, талантливый управленец и харизматичный лидер, не стесняющийся действовать жестко, но умеющий взращивать кур, которые будут приносить ему золотые яйца. Он сумел объединить отдельные банды в единую структуру под собственным началом всего за один год. При этом, кто знает почему, он опять возвращается в политику, причем к анаркистам, которые имеют в это время серьезный вес их штата. Не в привычках Каша Фера было заниматься пустословием, так что наверняка какие-то далеко идущие планы за стремлением к политической карьере стояли. Но уже в 1903 году так хорошо складывающуюся игру поломал Джокера, точнее Джозек, или Джо Петразина, знаменитейший американский полицейский итальянского происхождения, положивший начало настоящей борьбе с мафией. В один не для всех прекрасный день в переулке итальянского квартала в Бруклине была обнаружена бочка с пересыпанными опилками частями человеческого тела. Убитый мафиози Роберто Мадония, наказанный коллегами за то, что требовал с коммерсантов надбавку и клал ее в свой карман. Делом занимается именно Петразина, и он сумел выбить из одного из бандитов информацию о виновных. Почти вся банда Морелла попадает под арест, но население маленькой Италии скидывается на выплату залога. Это была грандиозная по тем временам сумма 16 тысяч долларов. Но собрали ее довольно быстро, подтвердив, что политика сотрудничества и впрямь работает. Арестанты выходят, встречаемые бурными аплодисментами и жаркими объятиями. Дон Вита пытается затормозить расследование, но Петразина, полицейского с бульдожьей и хваткой, не остановить, и Падрино вынужден скрываться в Новом Орлеане. Перспектива прожить жизнь под чужим именем его не радует, и он возвращается обратно в Италию. Говорят, он увез и всегда носил с собой фотографию Джо Петразина, заклятого врага, испортившего американскую игру первому королю Коза Ностре. Но месть – блюдо, которое даже сицилийцы подают холодным, а ждать великий босс сумеет. По возвращении на родину его ранг и без того высокий становится просто запредельным. Он ведет еще более роскошную жизнь, одевается еще элегантнее и дороже, посещает светские салоны еще более высокого уровня и живет в самых дорогих отелях, которые почитают за честь предоставить ему свой лучший номер бесплатно. Глядя на этого блестящего сеньора, никто не мог бы и предположить, что у него не то, что нет никакого образования, он едва умеет писать. Впрочем, какая разница, цену ему знают даже те, кто вообще считать не умеет. Желающих назвать себя его друзьями стоит длинная очередь, причем далеко не все в этой очереди из корысти или страха, многими движет искреннее обожание. И приветствие благословенцелующей ваши ручки Дон Вита никому не кажется слишком уж раболепным. Еще бы, ведь этой рукой не гнушаются не только подрини рангом пониже. Засвидетельствовать свое почтение Дону Вита стремятся и представители официальной власти, и даже политики. Его имя окутано мистикой, ему приписывают принадлежность к древней секте Беати Паули, як вывершившей правосудие через убийство и настолько таинственной, что неизвестно, существовала ли она на самом деле. Дон Вита знает, что мистика и ритуалы добавляют привлекательности и прочности любому тайному обществу. Он всячески освежает старинные традиции, создает на их основе новые обряды, сложные церемонии и даже проводит ритуальные судебные процессы над врагами и предателями. Впрочем, с вполне реальным привидением приговоров в исполнении. Но не мистикой единой живут сильные организации, Дон Вита занимается и делами конкретными. Всего за каких-нибудь два года он становится абсолютным лидером всех мафиозных кланов половины Сицилии, причем делает это не отстреливая конкурентов, а исключительно силой личного авторитета и выдающимися организаторскими способностями. Это он создает такую систему сбора дань из бизнеса, которую многие плательщики считали справедливее, чем налоги государства. Именно он наладил стабильную связь между Италией и штатами, построив союз мафиозных империй двух континентов, существующий до сих пор. Именно поэтому не только он считает своим врагом Джозефа Петразина, но и Петразина понимает, что результат его борьбы с мафией зависит от того, сможет ли он победить Кашу Ферру. Официально считается, что Петразина приехал в 1909 году на Сицилию, чтобы собрать данные об американских гангстерах сицилийского происхождения. Неофициально. Главной его целью был Дон Вита, король двух мафий, носящих в пашельке портрет самого Петразина. Джо Петразина был застрелен 12 марта 1909 года. Каше Ферра было предъявлено обвинение в том, что американского полицейского убил лично он. Дон Вита предоставил алиби. Значимый политик заявил, что весь вечер убийства сеньор Каше Ферра провел в его доме и никуда не отлучался, так что обвинение было снято. Неофициальная версия гласит, что Каше Ферра на какое-то время со званого обеда ушел, встретил Петразина, застрелил его, вернулся и продолжил ужин. Ни одной из этих версий доказать оказалось невозможно. Несмотря на то, что убийство произошло на Людной площади, ни одного свидетеля не нашлось. Правда, в 2014 году был перехвачен телефонный разговор, в котором мафиози Доменико Палацотто рассказывает, что Петразина застрелил лично его двоюродный прадед. Но на честь совершения этого убийства претендует и несколько других человек. Интересно, что все предполагаемые убийцы Петразина плохо кончили. Даже начальник полиции Нью-Йорка Теодор Бингем, подставивший Петразина, рассказав журналистам, что тот отправился на Сицилию, был уволен и вынужден отказаться от политических амбиций. Сам же Дом Вита, по легенде, якобы рассказывал сокамерникам, что Петразина убил он, поскольку тот был отважным врагом и заслуживал большего, чем смерть от рук наемника. И еще, что это было единственное убийство, которое он совершил в своей жизни. Как бы то ни было, совершенно точно можно сказать только одно. Без согласия Дона Вита с головой Петразина не упал бы и волос. А потому так ли уж важно, сам ли он нажал курок, или же только отдал приказ. Дело Вита Кашефера, и он сам процветали на Сицилии еще полтора десятка лет. Он становится не просто боссом боссов, а боссом боссов всех времен. Никогда, ни до, ни после него, ни один человек не обладал большей властью в Коза Ностре, да и сама Коза Ностра вряд ли когда-либо еще имела такое огромное влияние. Масштабы бизнеса были таковы, что для вывоза краденого скота на рынке Африки полермитанская мафия была даже вынуждена построить целую флотилию рыбацких судов. За это время Дон Вита становится настоящим императором и по факту, и по состоянию души. Императором жестким, но не жестоким, который применяет насилие с беспощадной холодностью, но только тогда, когда это действительно необходимо. И при этом император Коза Ностре продолжает оставаться этаким Робин Гудом, другом униженных и обездоленных, так что богатые его боятся, бедные боготворят, и все, начиная с собственных подчиненных и заканчивая представителями власти, уважают и безоговорочно слушаются. И кто знает, сколько еще длилось бы это благоденствие, но в 1922 году к власти в Италии пришел Муссолини, которому конкуренты были совершенно не нужны. В 1925-м в Палермо с неограниченными полномочиями, целью искоренения мафии любой ценой, назначается Чезаре Мори, железный префект, известный своей жесткостью и решительными действиями. Мори наносит сокрушительную дар Коза Ностре, пожалуй, таких масштабных облав мафия не знала никогда. Только за первые два месяца было арестовано больше 500 человек и на этом власти не остановились. Обыскивались и штурмовались не отдельные дома, а целые села. Пытки, женщины и дети в заложниках, методы у железного префекта, мягко говоря, негуманные. Хоть и эффективные, так что следующие два десятилетия, вплоть до конца Второй мировой, Коза Ностре ведет себя очень тихо. Попался в железную сеть и Дон Вита. Поначалу, правда, он даже не обратил внимания на такую мелочь. Это 70-е его арест и 69 раз до этого он без особых проблем выходил сухим из воды. Но теперь ситуация изменилась, на что прозрачно намекают бывшие высокопоставленные друзья короля Сицилии. И вот в 1930 году великий Дон Вита Каша Ферра приговорен к пожизненному заключению за одно из давно забытых убийств. В своем последнем слове он сказал «Синьоры, вы не смогли доказать ни одно из преступлений, что я действительно совершил. Но осудили меня за то единственное, которого я не совершал». Приговор был предан самой широкой огласке. Плакаты с его текстом из фото босса всех боссов развесили по городу вместо киноафиш. И все же железному префекту не удалось справиться с железным Доном, с тем ореолом обожания и восхищения, который его окружал. Вот как писал об этом известный журналист Луиджи Борзини в своей книге «Итальянцы». Дон Витто довел организацию до совершенства, не прибегая к неоправданному насилию. Он правил и внушал страх, в основном благодаря своим выдающимся качествам и природной харизме. Его внушительная внешность помогала ему, его манеры были княжеским и поведение скромным, но величественным. Его любили все. Очень щедрый по натуре, он никогда не отказывал в просьбе о помощи и раздавал миллионы в виде займов, подарков и благотворительных акций. Он мог отложить все дела, чтобы поставить на место неправого. Когда он путешествовал, каждый мэр, одетый в свой лучший костюм, ждал его у входа в город, целовал ему руку и выражал почтение, словно королю. Да он и был королем. При нем царили мир и порядок. Порядок мафии, конечно, который не соответствовал закону итальянского государства, но народ такие тонкости не волновал. В тюрьме у Чердона есть камера, на стене которой высечена надпись «При Джоне Малатье и Нечисита Привелону Эльвера Куоро Дель Ому». Тюрьма, болезнь и нужда раскрывают истинное сердце человека. Считается, что надпись собственной рукой сделал сидевший здесь Дон Вита. И хотя это тоже, скорее всего, легенда, среди заключенных считается большой честью и удачей попасть в эту камеру. Дон Вита Каша Ферра окончил свои дни в тюрьме. Это единственное, что известно точно. Дальше мнение расходится. То ли в 42-м году, то ли в 43-м, то ли в 45-м. То ли своей смертью, то ли под завалами в результате обстрела американскими войсками. Есть даже версия, что он погиб от жажды, забытой в камере при эвакуации тюрьмы. Интересно предположить, что было бы, если бы не эта случайность? Дону Вита тогда лишь слегка за 70. Для босса-боссов это не возраст. А когда американцы готовились к высадке на Сицилию, первое, что они сделали, это заручились поддержкой местных мафиози. Загнанные под шконку режимом Муссолини те охотно пошли на сотрудничество в обмен на должности в местном самоуправлении. И в молодой демократической демократической республике Италия Коза Ностра вновь расцвела буйным цветом. Легко представить, что Дон Вита запросто нашел бы общий язык с новой властью. И хотя это уже и не так легко, но можно попытаться предположить, до каких невиданных высот поднялись бы его власть и авторитет. Но случайность сделала то, что не сумели ни бравый полицейский Джо Петразино, ни железный префект Чезаре Мори, Дон Вита Кашоферра умер забытый в семье и не имел достойных похорон. Однажды в Италии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok